Улица Заводская, дом 6. Это первый адрес, по которому отправились общественники. В подъезде номер 3 ремонт еще не закончен. Тем не менее, рабочих не видно, а жалобы от жителей по тем работам, которые уже проведены, есть. А так получается, мы как будто в конюшнике живем, нам абы как, лишь бы что-то было сделано. Вроде бы ищите. Потом с окнами. Их покрасили, но тоже не ах как. Ну вот просто замалевали. Главная претензия жительницы дома, Марины Гранковой, карабам, куда должны быть спрятаны провода. Даже несведущему человеку понятно, что сделаны они, мягко говоря, некачественно. Также беспокоят граждан затянувшиеся сроки ремонта. В этом подъезде он длится почти два месяца. Естественно, что все это время жители испытывают ряд неудобств. В том числе запах краски и растворителей. Впрочем, главное, чтобы работы все же были сделаны качественно. Я здесь 50 лет прожила. И думаю, что мои дети еще прожил столько же, а может и больше. И внучка есть. И мне как-то хочется, чтобы они жили в нормальных условиях. Совершенно верно. Должны делать так для себя. Работы по программе «Мой подъезд» ведутся на условиях софинансирования и средств управляющих компаний, бюджета Московской области, муниципалитетов, а также средств жителей. В том числе и поэтому за ремонтом граждане следят довольно пристально. Выявленные недочеты представители общественной палаты фиксируют на фотоаппарат. Параллельно с проверкой с жителями проводится и юридический ликбез. На сайте все есть и презентации, что должно входить. К сожалению, люди не все знают. Ну, на первый взгляд прям видно, что грубые нарушения. То есть это элементарно, что должны знать собственники, чтобы требовать от управляющей компании, ну а в свою очередь от того, кто делает ремонт. Следующий адрес – улица Советская, 44. Здесь ремонт уже закончен. Члены общественной палаты отмечают, что в целом работы сделаны хорошо. Качественно покрашены стены, установлены новые почтовые ящики, обновлены мусоропроводы. Тем не менее, у жителей дома также есть претензии к качеству работ. Смотрите, вот это окно. Да, я вижу же, мы уже сразу обладали внимание. А там дверь, и они там как-то его заколотили, а оно было вот так у нас. Вот так, да. Если кто-то хлопнет дверью посильнее, оно на голову... Ну, я там смотрю, какие-то включения, наверное, закрыли. Ну, что-то они там как-то заделали. В ходе дальнейшего рейда выяснилось еще несколько недоработок организаций, осуществляющих ремонт. В некоторых подъездах не закреплено покрытие лестничных перил. Плохо уложена плитка на полу, в шахте для труб оставлен строительный мусор. Все это также тщательно фиксируется членами общественной палаты. Об их дальнейших действиях рассказала руководитель Ленинского районного отделения Ассоциации председателей многоквартирных домов Людмила Лерна. Общественная палата Ленинского района совместно с Ассоциацией напишет обращение в управляющую компанию и к главе района, вернее, Олегу Владимировичу Кромову, чтобы были приняты меры, все недостатки были устранены, потому что это наши деньги, деньги собственников, и мы, конечно, на стороне собственников. Мы не позволим, чтобы так вот разбазаривали это все. Всего по губернаторской программе до конца года в Ленинском районе должно быть отремонтировано 530 подъездов. Представители общественной палаты совместно с местными жителями продолжат следить за качеством проводимых работ. Максим Козлов, Алексей Рудник, Сергей Ларин, Видное ТВ.